Мы сегодня с вами будем читать, продолжать книгу «Зажигалка», третью главу. Сегодня, немножко раньше я делаю эфир, потому что у меня в 7 часов сегодня выступление на онлайн-конференции. День такой какой-то, сегодня у меня 4 эфира, и я решила все равно не откладывать главы. Значит, первая глава, если кто-то не читал, точнее не слушал, есть уже на ютюбе, на моем канале «Зажигалка» лежит. Вот, вторая глава еще висит в прямых эфирах, и вот сегодня будем с вами продолжать. Понимаю, что кто-то присоединится позже, сейчас буквально еще минутку подождем немножечко, вот, и будем с вами продолжать наше чтение. Я всем очень благодарна за фидбэк, потому что продолжаю его получать сейчас каждый день, и это приятно, это классно. Так, ага, мой чатик двигается, почему-то он у меня не двигается. Почему-то все, теперь задвигался, а то я не видела, что вы вообще пребываете. Так, ну что, значит, мы вчера с вами остановились, я начинаю ровно с того же места, с которого мы, спасибо большое, с которого мы остановились. Видите, уже когда человек каким-то образом, так, чтобы ноги не сильно голые были, вот, когда человек все время торчит дома, и потом надевает на себя что-то яркое, он уже кажется очень хорош собой. Я тоже заметила такие метаморфозы. Так, сейчас секунду, нет, вот так все-таки подниму чуть-чуть, а то потом будет, мне что-то не нравится. Итак, поехали. После свадебного сезона в 2013 году я приняла для себя важное решение и решила приступить к его реализации незамедлительно. Но перед этим исполнить свою такую долгожданную мечту. Мечты должны сбываться, цели нужно достигать. Чувствуете разницу в окончаниях? Большинство людей ждут, что с ними произойдет чудо. Вот, занимаешься чем попало, время, так сказать, убиваешь, и вдруг, бах, деньги заработались. Не просто деньги, большие. Я не знаю ни одного такого случая, хотя и предпочитаю быть открытой миру и жить по принципу, все, что необходимо в моей жизни, приходит ко мне. Не нужно, не приходит. А если приходит, значит, это как раз и нужно на данный момент. Но тут ведь важный нюанс. Я следую к цели и не просто имею намерение ее достичь. Я каждый день совершаю десятки действий для этого. Просто не утрирую, не бьюсь в истериках, почему не получается или так долго. Все получается именно так, как должно. При условии, если я бегу, что есть силы. Вот и вся моя философия. Так вот, в 2012 году, летом, после той самой непростой свадьбы, мы отправились с полугодовалой Алисой в ее первое путешествие, Грецию. Роскошный отель и немного наслаждения друг другом. Я поняла, как сильно соскучилась по хорошему отдыху. Стоит заметить, что в 2012 начался настоящий бум на обучение у Ермиловой. И с одного потока, три дня, я уже зарабатывала от 10 до 20 тысяч долларов. А потоки у меня шли один за другим. Я давала отличные знания, возможность поработать на своих свадьбах. И помогала девочкам снимать любые возражения и решать проблемы с клиентом любой сложности. Знаете, именно тогда я поняла, что значит быть реальным специалистом в своем деле. Нет такой задачи и вопроса, на который у меня не было бы ответа. Я отлично разбираюсь в психологии своих клиентов, и это помогало и помогает мне всегда. Кроме этого, я оловила нереальный кайф от проведения тренинговых выступлений. На тот момент мы запустили флористические курсы и пару школ в других городах, где преподавали очень классные организаторы, мои ученицы. Обучение набирало обороты. У меня появилось много подражателей, но это было естественно. Я была впереди паровоза, творила историю. Писала книги, проводила тренинги, мотивировала людей постами, обучала и делала роскошные свадьбы. Обогнать меня было трудно, потому что я была в своей струе. Сколько текстов, продающих страниц, писем, вебинаров. Так у меня появились новые сотрудники и мой первый опыт передачи ведения свадеб менеджером. За собой я оставила только первые встречи и контроль. В 2012 подходил к завершению, сказочному завершению. Мир снова улыбался мне и манил меня. И я наслаждалась этим сполна. Впереди были грандиозные планы и смелые цели, и я точно знала, что у нас все получится. А пока пришло время исполнить заветную мечту. Прокрутив в голове весь оставшийся год, запланированные тренинги и свадьбы, я поняла, что пришло время себя порадовать и подумать о новогоднем отдыхе. Нормальные люди это делают заранее. В общем, мы с Сережей чувствовали продолжение подъема. В этом году основательно вернулся долгожданный шоппинг и прочие прелести, обеспеченные жизни. Мы знали, что это только начало и расслабляться нельзя. И все-таки понимали, что мы заслужили и сделали это вместе. Несколько слов о моем отношении к деньгам. Я не накопитель. Мне кажется, что самое грустное это иметь деньги и не тратить их. Иметь их столько, чтобы тратить и при этом копить, у меня опыта не было. Всякий раз в моей голове живут желания, цели. Я всегда знаю, чего хочу, к чему стремлюсь. И деньги приходят ко мне под эти цели. Не знаю, как именно это работает, но у меня так. Я предпочитаю зарабатывать под свои желания, нежели распределять какую-то ограниченную сумму. Какой бы она ни была, мне не хватает. А вот притянуть возможность, чтобы их заработать, я могу всегда. Чтобы моя голова начала впускать такую информацию, я много с ней работала и просвещала ее. Поэтому, если сегодня вы не понимаете, о чем я, и у вас миллион вопросов, вы просто не готовы. Если вам интересно, бросайте эти вопросы во вселенную. И она будет подбрасывать вам источники, где это можно изучить. Она гораздо умнее нас. И, конечно, подписывайтесь на мои соцсети, рассылки, YouTube-канал. Ведь вся эта информация именно об этом. А теперь вернемся к главному. Пришло время для исполнения мечты. Конечно, это были Мальдивы, которые мы откладывали еще с 2008 года, решив инвестировать эти деньги то в бизнес, то в свадьбу, то в машину. Весьма дорогое, но кайфовое путешествие. И мы выбрали шикарный тур. Едва переступив порог виллы, я поняла, какие же мы молодцы. И что никогда я не сдамся, чтобы жизнь не готовила. Потому что все прелести, обеспеченные дорогой жизнью, мне очень нравятся. Это офигенная жизнь, крутой путь. И я готова идти этой дорогой, чтобы всегда иметь возможность всем этим наслаждаться. Нам любят говорить о том, что всего этого можно достичь быстро. Возможно. Но у меня не получалось. Я всегда хотела плантации. И за свою не столь длинную жизнь немало настроила их и продолжаю строить. А это требует времени и много энергии. Но мне по кайфу, потому что я научилась любить сам путь. О чем я говорю, когда я говорю о плантациях? Давно не употребляла это выражение. У меня всегда есть такое видение, что есть люди, как обезьянки, которые все время думают о том, как им сегодня съесть банан. То есть постоянно думают о том, что сделать, чтобы заработать деньги сегодня. Вот то, о чем я часто говорю, там, о, маски надо продать. О, что сегодня еще продается? Спиннеры буду продавать. Что еще сегодня актуально? Дезинфекторы. Окей. Но в таком случае постоянно вы не работаете над развитием чего-то одного. И, например, даже если ниши меняются, а часто такое происходит, когда ты должен быть мобильный, ты должен быть экспертом в чем-то. И очень классно в этом разбираться. У тебя должны быть какие-то навыки, у тебя должна быть какая-то аудитория. То есть то, что вне зависимости от того, что будет происходить, ты можешь вести с собой. Вот моя аудитория, например, мои навыки, мои таланты, мое умение писать, говорить, выступать, продавать. Это все, что всегда было со мной. И получается, что тогда ты создаешь некую плантацию. Потому что когда курс поменялся, нет такого, что ты начинаешь с нуля. У тебя уже есть определенный багаж в виде твоих талантов, аудиторий, навыков и так далее, и так далее. То есть это очень важный момент. Тут, например, если говорить об обучении, у меня тоже много менялось всяких тренингов, курсов, которые я проводила. Но ключевое, все со мной всегда оставалось. Я не начинала с нуля, у меня всегда есть база, всегда есть аудитория, всегда есть то, чем я делюсь. И ну вот это я называю плантацией. Когда ты очень много вкладываешь. То есть тут в чем минус? Минус в том, что ты должен потратить больше времени. Ты, если будешь просто выходить и кричать «купи, купи», ты можешь делать только разовые продажи. Своё как бы плодовитое поле нужно вспахивать. Нужно давать много пользы. Нужно давать постоянно что-то интересное. Нужно держать интерес этот, чтобы ты был интересен однозначно. То есть это ежедневная большая работа. Поэтому когда говорят, например, что «ой, инфобизнес, придумай, что ты сегодня можешь продать». Это на сегодняшний день враньё. Ты сегодня должен быть действительно экспертом. Ты сегодня должен что-то из себя представлять. И многократно это доказывать. Если у тебя нету сзади хвоста, если люди понимают, что ты пшик, то как бы дела не будет. Ну, ты может быть один раз у тебя получится что-то там продать. Но построить на этом себя нет. Я таких пшиков наблюдаю очень много. Очень. Итак, едем дальше. Новогоднюю ночь 2013-го мы также провели на Мальдивах. Две недели рая. Кстати, мы оплатили свадебную церемонию и ещё раз дали клятвы друг другу уже с Алисой на руках. На Мальдивах. Много видео с первых Мальдив можно найти на моём YouTube-канале. Тогда я уже снимала и выкладывала видео для своих подписчиков. И это была особенная связь. Хотя, разве сейчас она у нас с вами не такая? На 2013-й я поставила грандиозные цели и была готова прожить его, разгоняясь ещё быстрее и выше. Кстати, когда мы прилетели на Мальдивы, у нас случилась такая удивительная, ну не удивительная, но очень неприятная история, когда мы прилетели без багажа. Наш багаж потерялся. Это был первый мой опыт, когда чемоданы потерялись. На Мальдивах нечего купить, потому что это остров. И там практически ничего не продаётся. Даже вот как в отелях, в обычных. То есть там маленький магазин, очень стрёмненький. Вот это было для меня удивительно. И наши чемоданы потерялись. У меня даже не было купальника. Я тогда медитировала и вообще как-то просила помочь Вселенную мне, потому что для меня это был кошмар. Завтра Новый год, а у меня нечего надеть вообще. И каким-то чудом, я даже до сих пор не понимаю, как это произошло, но мой турменеджер, значит, там, мои молитвы, мои медитации. В общем, перед Новым годом нам привезли чемодан. Это было, знаете, очень смешно и грустно, но я поняла, что всё-таки можно как-то договориться со Вселенной. Вернёмся в 2013. Могу вам сказать, что даже сейчас, когда анализирую этот год, я понимаю, насколько серьёзным трамплином он для нас стал. Кажется, что в течение этих 365 дней произошло сразу всё. Уже ежегодная свадебная выставка, которая организовывалась теперь без моих личных усилий. Вы же помните, что у меня появились сотрудники. Выход в свет моей третьей книги, вторая была только в онлайн-варианте. И главное, решение переехать в новый офис. Этот проект я тогда назвала «Дом мечты». Мы несколько недель искали новую крышу над головой. Старая стала раздражать и перестала нас вмещать. В компании у нас появился ключевой сотрудник, которому мы передали бразды правления и платили зарплату 2000 долларов. Сама сейчас в шоке. Когда мы всё-таки нашли помещение, а тогда нам непременно хотелось не менее 100 квадратных метров и фасадный вход, мы, не раздумывая, ввязались в авантюру под названием «Капитальный ремонт» и вложили в него около 80 тысяч долларов, полностью разобрав и перестроив дом, а также укомплектовав новой мебелью. Ремонт длился около двух с половиной месяцев, и это были рекордные сроки. Именно в этот момент я обзавелась новой подругой во взрослой жизни, которой стал наш дизайнер. Забавно, но к моменту переезда уволился весь штат. Конечно, это было не просто так. Мы передали бразды правления глупому и некомпетентному сотруднику. Когда это осознали и попытались внедрить дисциплину и новые правила, все ушли вместе за уволенным сотрудником. Сразу скажу, они не открыли конкурирующую компанию, зато точно дали нам понять, насколько метод управления «а давайте будем дружить и не будем жестко контролировать» для нас неприемлем. Благо, у меня было много учениц, и мы достаточно быстро собрали новый костяк компании, который стали воспитывать уже с более профессиональным подходом. Главное качество, которое я ценила в них, это преданность и любовь к своему делу. И почти каждую из них я до сих пор считаю достойной и сильной. В этот же период времени Сергей стал активно изучать продажи тренингов онлайн. К нам постепенно приходили хорошие суммы денег, то от свадеб, то от обучения, и мы начали вкладывать деньги в собственное обучение. И не просто вкладывать. Покупая любой тренинг, мы окупали его в десятки раз, применяя технологии. Это была фантастика. Нет, это была волна. Волна, которую так важно словить. Понемногу я стала продавать онлайн-версии тренингов вместе с живыми. Обучение мы решили выделить в отдельную школу, так как я начала упаковывать отдельные инструменты в тренинги, и их с каждым днем становилось все больше. Мы регулярно летали обучаться. Одну из девочек мы взяли на продажи тренингов, вернее, на обработку заявок, потому что входящий поток был большой, и его нужно было обрабатывать целыми днями. Девочки решили дать процент. Когда денег много, то ты как-то перестаешь задумываться над тем, операционная ли это деятельность, или человек реально влияет на продажи. Через пару месяцев ее зарплата стала превышать 3000 долларов. Конечно, мы задавались вопросом, а стоит ли платить человеку такие деньги, если он попросту обрабатывает заявки. Но лояльность сотрудника и удовольствие от того, что ты крутой босс, все-таки перевешивали здравый смысл. Мы росли и активно занимали лидирующие позиции, и нам это нравилось. Рынок Украины вокруг негодовал и продолжал перемывать мне кости, в то время как девочки со всего СНГ и не только ехали в Киев, чтобы послушать и увидеть меня. Мы продолжали обучаться у лучших, и в какой-то момент у меня появился наставник. Он сразу увидел во мне звезду, лидера, и поддержал во мне это стремление быть первой. Я никогда не афишировала его имя и не собираюсь этого делать, потому что в нашем с ним случае это не нужно. Наш тандем сложился, и я, как всегда, идеально смогла использовать этот момент. В этом году появилась еще одна моя книга «Библия свадебного организатора». Все, что бы я не выпускала, продавалось дорого и на ура. Причина проста. Я никогда ничего не скрывала и всегда давала ту информацию, о которой другие молчат. Так, вы тут? Хорошо. Хорошо. Не знаю, что вам рассказать об этом периоде, но у нас была ситуация, когда мы уволили эту сотрудницу, о которой я тут рассказываю, которая получала 3000 долларов. Причем она решила нас проучить. В общем, был какой-то курс, и мы раздавали дипломы. И я увидела, что на дипломах стоит моя поддельная подпись. И я ей сказала, «Вика, а почему тут подпись не моя?» Она говорит, «Ну, ты же очень занята, и решила расписаться за тебя». И меня это очень возмутило, потому что эти дипломы были гордостью для девочек. Они развешивали их в своих офисах. И тут вдруг она решила, без моего разрешения даже, подписаться. И я на нее наехала, и она решила не выйти на работу. И когда мы спросили, «Когда ты будешь?» Она сказала, «Ну, типа, когда я смогу, я вам сообщу». Естественно, что мы ее уволили. И на ее место мы наняли девочку, которой, по-моему, платили порядка 500 долларов по тем временам. И ничего вообще не поменялось. Ну, то есть, количество заказов было тем же. То есть, мы просто поняли, что мы сотруднику платили трешку, по сути, ну, как бы за лояльность. Такая была интересная история. Поэтому у нас сейчас с Сергеем всегда есть правило. Мы всегда сейчас останавливаемся и внимательно думаем, сколько сотрудник стоит денег. Приносит ли он деньги или нет? Если это операционная деятельность, то мы устанавливаем его потолок, дабы не платить больше, потому что это глупо. Так, помню, как проснулась в то утро. «Белая постель в отельном номере. Маленькая Ева, сопящая рядом». Это уже моя вторая дочь. «Ей даже нет двух месяцев. И последние две недели из ее жизни я, кажется, пропустила». Нет же. Мы были вместе. Я ведь кормлю ее, сплю с ней. Но только я ничего не помню. Дни пролетают один за другим. Я мчу на бешеной скорости. Вот три дня я только что провела на сцене. Сотни людей, жаждущих твоей энергии. Кайф. А еще колоссальный стресс от того, что тебя жестко подставили не приехавшие на твою конференцию вип-спикеры. И все, что тебе остается, это выходить и брать ответственность на себя. А еще эти убытки, сколько там? Десять, двадцать тысяч долларов. Мне кажется, что я смотрю какое-то дурацкое кино и ничего не могу понять. Мне нравится моя жизнь или нет? Я ведь люблю внимание, скорость, цену. Но почему мне тогда так плохо? После трех дней конференции сегодня у меня еще два дня тренинга. Сразу, нон-стопом. Через два часа все соберутся в конференц-зале. Нужно срочно вставать. Нужно. Но я не встаю. Смотрю на свою маленькую Еву. Крошечный, беззащитный комочек. И начинаю реветь. Словно прошу у нее прощения. Что со мной? Дура! Кричит мой внутренний голос. Ты родила чуть больше месяца. Имеешь право на отдых. Депрессию небольшую, в конце концов. Оля, собирайся. Слышу голос Сергея, который вышел из ванной. Еву сейчас отнесу дняне. Пусть поспит спокойно. Нет, истерически кричу я. Не трогай Еву. И начинаю реветь. Из носа внезапно начинает хлестать кровь. Я чувствую, что у меня жар. Никуда не пойду, никуда не пойду, никуда не пойду. Повторяю я и чувствую, как мои слова перерастают в истерику. Если я еще раз скажу слово свадьба, я умру. Не хочу даже слышать его. Никаких свадеб. И нет, ребят. Это не драматургия из мыльной оперы. Это самое, что ни на есть, моя реальная жизнь. Все это действительно было. И это было только начало. Начало-начал. Но все это случилось позже. А 2013 продолжал приносить в мою жизнь новые победы. В какой-то момент я перестала бояться конкуренции. Перестала и все. Ну, просто поняла, что если я буду бояться, это означает, что мне нужно следить за чьим-то задом. Вечно париться. Кто что делает. Следить за ними. О, боги, это так утомительно и съедает столько времени. А у меня нет времени. Мне самой развиваться нужно. Поэтому лучше пусть следят за мной. Когда я приняла эту мысль и впустила ее в жизнь, я перестала видеть в других конкурентов. А учеников всегда воспринимала как детей. Но я же не боюсь, что моя дочь станет лучше меня. Наоборот. Я хочу, чтобы она стала лучше. И помогаю ей в этом. Так в свадебный мир пошло понятие ермиловцы. Нас начали называть сектой. А меня это только забавляло. Ну, мы ведь действительно были сектой. Нас объединяли общие принципы. Мы были открыты друг перед другом. Помогали и поддерживали. И что в этом плохого? Я начала делиться всем, что знала. Так родился тренинг свадебный гуру. А следом за ним и книга. Я рассказывала все, что знала. И этим притягивала к себе еще больше людей. Я не боялась и не боюсь конкуренции. Потому что я на своем месте. Со своего места никто не может тебя сбросить. А вот помочь стать лучше ты можешь многим. Потому что это и есть твое место в жизни. Ты должна стать коучем, повторял мне Сергей. Ты можешь дать людям больше, чем прокачку в инструментах и навыках. Ты можешь помочь увидеть им весь путь. Я сопротивлялась и злилась. Ну, что ты говоришь? Я еще недостаточно хороша. Перфекционизм тормозил меня со страшной силой. И я решила сама уйти в коучинг на три месяца. Для этого мне нужно было летать в другую страну раз в месяц и заплатить 12 тысяч долларов за самообучение. Черт с ним, сказала я, достав деньги из сейфа. Пора делать новый рывок. И через два дня я вылетела на встречу с наставником. Тогда я даже представить не могла, что произойдет уже через неделю. В который раз с уверенностью могу сказать, что все в жизни вы можете поменять с молниеносной скоростью. Но лишь в том случае, если нашли свой путь и не боитесь рисковать. Для меня риск всегда является неотъемлемой частью жизни. В тот раз произошло именно так. Я с ухмылкой маленькой сучки громко произнесла речь о том, что пора дерзнуть и реально показать то, чего я сегодня стою. Знаете, как бы вы ни уговаривали себя, что все впереди, что вы все еще не готовы, что вам не хватает мотивации. Все это жалкие отмазки. Вы гусеница, которая никогда не превратится в бабочку. Нет таких соревнований в спорте, где победит последний. Побеждает всегда первый. Имена чемпионов заносят в учебники. Им ставят памятники и заставляют выучивать их фамилии на школьных уроках. Никто не помнит вторых и десятых. Хотя разница в результате у них порой меньше лишь на десятые доли секунды. Пофиг. Не ставишь себе цель быть номер один, не рвешь задницу, чтобы каждый раз, каждый день научиться побеждать хотя бы себя, у тебя нет шансов. Как это нет мотивации? Как это, если ты способен победить, даже если ты не способен победить даже себя слабого? А как ты собираешься побеждать остальных? Запомните, ни один лидер в своей нише не встретит вас с распростертыми объятиями и не освободит свое место. Готовьтесь сражаться. Это не означает, что у вас нет шансов победить конкурентов. Это означает, что вам необходимо начать с победы над собой. Ну что, загорелся зад? Вернувшись через пару дней, меня словно подменили. Хо, у меня не просто горел зад, у меня горело все. И нет, дело было не в суперинформации. По сути, информации не было. Ха-ха, это было самым смешным. Я ведь ожидала, что сейчас меня за 12 штук там накрутят. А тут все, что я слышала, я знаю. Да еще и в свадебном деле все это не сильно работает. Правда, все же были отдельные фразы, которые всплывали в моей голове. И из некоторых уже в самолете по пути домой я вывела послание. Звучало оно просто. Ты или номер один, или тебя никто не вспомнит. Ровно через три дня после этого я объявила среди своих подписчиков и учеников, что собираю группу номер один для свадебных организаторов. Это должны были быть свадебные организаторы из разных стран и городов, желающие быть лучшими в своих регионах и зарабатывающих серьезные гонорары, хотя бы по меркам своего города. Я решила, что проведу их по собственному пути и научу всему, включая уверенности в себе и наглости, всегда достигать своих целей. В программу входило 12 личных встреч. Да-да, все прилетали в Киев в течение года из разных стран и доступ ко всем моим тренингам. Сразу же уточню, что я ни разу не пожалела, что ввязалась тогда в коучинг. И считаю это одним из мощнейших пинков в моей жизни. Пнули меня тогда сильно, что мне хватает и по сей день. В это же время меня продолжали атаковывать свадьбы и ученики. Однажды на второй или третьей встрече со своей группой номер один я дала всем задание написать декларацию о достижении цели в течение нескольких месяцев. Сама тоже взяла лист и написала. Я покупаю новый белый Porsche Cayenne до второго дня рождения своей дочери Алисы. Это был вызов, потому что оставалось три месяца. Но это страшно меня завело. В тот период денежных ручейков было уже много и я активизировалась на максимум, выплатив полную сумму порядка 120-130 тысяч долларов со всякими налогами и пошлинами. Помню, как я просила Сережу. Плиз, я всегда мечтала получить машину с бантом. Он засмеялся. Но ты же сама по сути ее покупаешь. Ладно, согласилась я. Но ты тогда купи бант. Конечно, как вы понимаете, на Сереже в этот период лежала колоссальная работа. И все, что мы делали, мы делали вместе. Но номинально деньги привлекала я. Так что машину я как будто купила себе сама. Но это далеко не все, что происходило в этом году. Говорю же, он был просто феерическим. И однажды нам в голову пришла еще одна гениальная идея. Собрав группу девочек и мальчиков из разных стран, желающих стать или закрепить статус номер один в свадебной сфере своего города, в наши головы начали приходить вопросы. Как нам помочь своей новой команде прогреметь быстро и очень основательно? И вообще, что мы можем сделать для свадебного рынка по-настоящему ценного? Так родилась идея по созданию Wedding Business Summit – крупнейшего мероприятия в СНГ для свадебной ниши. Да, мы задумали его именно так и вновь подняли множество шума вокруг себя. Что интересно, меня поддерживали все страны СНГ, размещая рекламу и публикуя интервью со мной. Профильные СМИ Киева были единственными, кто делал вид, что ничего не происходит. Местная зависть лилась на меня со всех сторон, не догадываясь о том, что мне всегда было абсолютно все равно, кто именно меня поддержил. Потому что я знала и знаю, что мои люди были, есть и остаются со мной на корабле, который так или иначе всегда идет вперед. Мне хотелось сделать особенное мероприятие, состоящее не из скучных докладов, а из качающих выступлений. Так, чтобы все три дня те, кто приехал, получили не только возможность пообщаться и узнать что-то новое, но и полностью перепрошить сознание, зарядившись чем-то большим. Мы назначили даты, это был ноябрь. Всю организацию на себя взяла моя штатная команда. Считаю, что это были лучшие девочки, и я очень благодарна каждой из них за титанический труд и преданность. На их плечах держалось все. Я занималась отбором спикеров, режиссурой всего, что будет происходить, ну и в целом была основным идеологом и продажником. Конечно, передо мной встал главный вопрос. Стоит ли звать на свой ивент прямых конкурентов? Тех, кто не стесняясь бросал мне в спину палки и обливал грязью. Я долго думала об этом, но в какой-то момент приняла следующее решение, о котором позже пожалела. Передо мной встал важный вопрос. Кого из спикеров приглашать на свой wedding business summit? С одной стороны, я понимала, что вся основная аудитория приедет, чтобы посмотреть на меня. К тому моменту мое имя уже стало широко известно на свадебном рынке. Были те, кто меня обожал, и те, кто не любил и называл выскочкой. Но сути этого не меняло. Знали и говорили обо мне все. Даже посвящали целые темы в форумах для обсуждения. Кстати, я знаю, что и сейчас такое происходит, поэтому сделаю небольшое отступление и расскажу, что я об этом думаю, раз уже вам все интересно. Как правило, нас страшно бесит в людях то, чего мы не можем позволить себе сами. Качества, которых нам самим не хватает. Мое бесстрашие называть вещи своими именами, возможность легко и тактично поставить человека на место или заставить замолчать. Быстро добиться необходимой цели, при этом не потеряв настроение, а даже наоборот. Мое умение чувствовать себя комфортно и не просто не теряться при обильном внимании, а наоборот, становиться еще острее и резче, сбрасывая с пьедестала тех, кто пытается до меня дотянуться, чтобы укусить. И нет, это не роль и не чей-то пример, подсмотренный в детстве. Я не знаю, почему большинство людей считает, что для того, чтобы стать кем-то интересным, этот пример нужно найти и скопировать. Зачем? Я всегда верила и продолжаю уже отчетливо знать, что я уникальна и неповторима, и моя главная задача – это помочь себе раскрыться. Именно поэтому я перестала себе запрещать быть собой. Резкая, мягкая, грубая, мудрая – это все эпитет. Я – это просто Ермилова, и я каждый день работаю над тем, чтобы расчищать ненужную шелуху и продолжать становиться собой. Как-то моя трехлетняя Ева сказала мне, «Мам, я больше не буду так делать». Я спросила, «Почему?». Она ответила, «Бабушка сказала, что это нехорошо». Я взяла ее за ручки и сказала ей, пристально глядя в глаза, «Всегда делай то, что тебе нравится, и то, что ты сама считаешь хорошим. И никому не позволяй решать за тебя, хорошо это или плохо, потому что ничего плохого ты делать не способна». И я считаю, что это лучшее решение, которое мама может дать дочери. Нам часто дают советы, какими нам быть, что делать. Все они кажутся безобидными, но только в какой-то момент мы так сильно отдаляемся от себя, что уже сами не понимаем, кто мы и чего хотим. Попросту забываем и начинаем ненавидеть тех, кто все-таки позволил себе остаться собой, сумел, выжил в этом мире предрассудков. Фух, жарко у меня тут. Так, как у вас дела, люди? Это мне кажется, что эфир замер, я сама с собой. Все хорошо? Нет у вас вопросов? Так, хорошо. Чат шевелится и то. И то хорошо. Читаем дальше? Угу. Окей. Фух. Так, половина. И все же я приступила к составлению списков спикеров. К тому времени у меня было уже достаточно успешных и известных учениц, которых я хотела видеть в числе выступающих. Да, возможно, их имена не гремели так громко, но я знала, что я должна дать возможность рынку их узнать. К тому же они несли в себе все то, чему я их учила, а значит, могли дать рынку гораздо больше, чем некоторые известные времена, известные имена, но не умеющие делиться ничем, кроме собственных проектов. Понимаете, выступления на конференциях это не просто часовой доклад о себе. Людям вообще мало интересно слушать о вас. Им нравится находить в ваших рассказах себя. Как будто разгадывать загадки, которые сегодня для них важны. Кроме этого, людям нужна энергия, драйв. Этого мало кто понимает и еще меньше, кто умеет дать. Именно поэтому все мои выступления на любых сценах всегда вызывают эффект разорвавшейся бомбы. Я выхожу на сцену не просто, чтобы дать жизнь. Я даю жить жизнь остальным. Те, кто это знают, всегда с удовольствием приходят и приезжают, чтобы меня послушать. Для тех, кто оказывается на них случайно, это является сюрпризом. И я люблю такие сюрпризы. Составив список из своих учеников и тех, кто, по моему мнению, может быть интересен свадебной аудитории, я столкнулась с именами, которые вызывали во мне двоякие чувства. Мне бы не хотелось сейчас переходить на личности, потому что я не пишу мемуары спустя сто лет, но в общем я все же напишу, потому что знаю, как это интересно. Первым делом я захотела пригласить декоратора, чьи работы уже в 2013 ярко выделялись на фоне всех остальных. Это была Юля Шакирова. С Юленькой мы быстро нашли контакт и я с удовольствием приглашала ее на следующие саммиты. Она на тот момент еще не особо привыкла к выступлениям, поэтому мы договорились, что я останусь на сцене и буду помогать ей, задавать вопросы и поддерживать ее выступление. Вы же помните, что одной из главных задач, которую я себе ставила, именно особенная подача информации и максимальный комфорт и для всех гостей, и для спикера. Еще один представитель свадебной знати, которого я думала пригласить, был московский ведущий и организатор. Помню, как я написала личное ему приглашение, а затем мы созвонились. Он задавал мне много вопросов, словно допрашивая, а потом рассказывал о том, что мой саммит не поддерживает государство и дипломы в моей школе неофициальные, в отличие от его. В общем, это был смешной разговор без результата, в итоге которого я приняла решение больше не звонить людям, которые не вызывают у меня четких позиций и имеют огромные короны на голове. Для меня эти шутки всего лишь консервные банки. На конференцию прилетела Дарья Бигбаева, с которой у нас, кстати, тоже в итоге сложились странные отношения, но так или иначе дружить в своей сфере с теми, с кем ты все-таки находишься в конкурентной зоне, непросто. Не буду говорить, что невозможно, но, наверное, не всем дано. И знаете, тогда я поняла, что не нужно быть хорошей для всех. Не стоит менять своих убеждений и делать что-то, в чем ты сам не особо нуждаешься. Если ты выбираешь быть первым, просто будь. Иди к своей цели, создавай свои государства, но не трать время на то, чтобы играть в дружбу с другими претендентами на лидерство. Это война. И рано или поздно кто-то все равно попытается отравить другого. Создавай свои миры и свои правила. Всегда найдутся те, кто будет за тебя по-настоящему. Так сложилось, что мой родной город и страна были последними, кто меня признали. И то не факт. И это не только моя история. И я никогда от этого не страдала, потому что безумно люблю всех, кто живет за пределами моей родины и никогда не считала этих людей чужими. Все мои. Итак, настал день Икс. 5 ноября 500 человек едва помещались в бизнес-центре паруса. И глава на этом закончилась. Мне было интересно, что же будет дальше. и тут как-то... Я как-то так это прервала, прервала. Так, слушая твой эфир, прогуливаясь по цеху и придумываю, как все перестроить. Так, мы читаем. Тут у меня какие-то маленькие главки дальше идут. Видимо, я это... Как-то... Я же уже не помню, как я писала эту книжку. Ну, читаем дальше или остановимся? Сегодня поговорим. А то неожиданно произошло. Сама. Что же там дальше? Так, давайте. Выхожу, идите на связь. Читаем. Так жарко у меня тут капец. Надо полы отключать. Эх, читаем. Ну, давайте. Хорошо, у нас еще чуть-чуть есть времени. Эфир же у нас сейчас. Что эта девочка знает о бизнесе? То и дело слышу я. Девочка. К счастью, я до сих пор выгляжу как девочка. Еще, кстати, даже до сих пор. И, кстати, многим над этим... Много над этим работаю. Но вы уже поняли, что я в принципе много работаю. И все это мой кайф. Читая мою историю, а многие из вас ее наблюдают лично много лет, вы уже знаете, что я не та девочка, которой все дали. Увы и ах, как я часто люблю повторять. От этого выросли зубы. Жестко завинтился стержень внутри меня. И я стала понимать цену всему. Свободе, отдыху, любви, деньгам. Все это помогло мне лучше осознать, что такое счастье. Счастье. Найти его и почувствовать. И нет, на моем пути не было никаких нечеловеческих испытаний. И честно скажу, что я каждый день говорю жизни. Эй, дорогая, спасибо. Я сама себя нагружу вопросами и сама буду делать этот мир лучше путем своего развития. Для этого не нужно посылать мне испытания в виде болезней или лишений. Я очень стремлюсь к осознанности и стараюсь слышать хотя бы часть из того, что говорит мне этот мир. Возможно, в прошлой жизни я получила опыт, который использую в этой. Во всяком случае, мне иногда так кажется. Так что же все-таки эта девочка знает о бизнесе? Ей все дал муж. Да, это правда. Муж дал мне все. Веру в себя, свою любовь, лучших детей на земле, возможность быть с собой, насколько это допустимо в отношениях между двумя людьми. Он дает мне возможность быть счастливой, в некотором смысле считая это своей миссией. И нет, это не жертвоприношение, это идеальный союз, дружба. Когда женщина открывает новые горизонты для того, чтобы ее мужчина помог ей их захватить. Это круто, потому что вставляет обоих. И это все действительно дал мне мой муж. Все остальное мы получили и продолжаем получать вместе. Да, бывают моменты и периоды, когда все меняет краски, когда мы злимся друг на друга, не любим, возможно, даже ненавидим. Но только когда эмоции и усталость проходят, мы вновь понимаем, как сильно нам повезло встретиться и как глупо это потерять. Что эта девочка знает о бизнесе? Это неправильный вопрос. Я предлагаю его переиначить. Что эта девочка умеет? Как мне удается и всегда удавалось делать мероприятия особенными? Просто. Во-первых, я всегда имею в голове слайды того, как именно это должно выглядеть, что люди должны чувствовать, с какими эмоциями входить и выходить из зала, что видеть в рекламном ролике. Во-вторых, рядом со мной всегда была классная команда. Не просто спецов, а моих. Скажем честно, я не простой организатор. Ладно, я просто очень сложный организатор. У меня много ожиданий, еще больше всплесков эмоций и мало конкретики. В том смысле, что я предпочитаю работать всегда с теми, кто сам понимает, что нужно, и может докрутить до нужного уровня. Моя задача обозначить цель и проконтролировать. Именно поэтому работать со мной счастье и несчастье одновременно. Так получилось, что на саммите мне было мало быть лицом. Я была приглашающей стороной, человеком, которого знали почти все. Большинство людей ехало не просто на саммит, они ехали на саммит, который делаю я. Поэтому я сразу же решила, что ведущей буду сама. Но поскольку я все-таки не профессиональная ведущая, мне нужна была поддержка. И я обратилась за ней к своему другу и человеку, с которым в итоге мы провели все саммиты, которые я делала. Я объяснила ему. Понимаешь, это наши гости. Все. Те, кто выступают, это вообще часть нас. Мы должны им помогать. Объявлять так, чтобы зал встречал их как самых родных. Поддерживать во время выступлений. Наша задача не давать скучать и уставать залу. Поэтому много шуток и кача обязательны. В общем, это была очень серьезная подготовка. И два основных дня, которые шел саммит, мы стояли возле сцены и делали, что могли. Работать с Вовой, это был Вова Токудис, кто знает, о ком речь, кстати, у Волки сегодня день рождения. Работать с Вовой, если можно так сказать, для меня было в кайф. Иногда он убежался на меня за то, что я могла закрыть ему рукой рот или сделать еще какое-то хозяйское действие. Но вообще, наш союз всегда был очень крепким и классным. Ну, до одного случая, который произошел позже, и я приняла его очень близко к сердцу. Знаете, особенные люди в твоей жизни особенно больно ранят. Вова часто говорил мне, что я женщина-робот. А я на самом деле просто женщина. Видимо, он все же этого не учел. Спустя время, после откровенного разговора, который все-таки состоялся, мы помирились. Я не собираюсь никого посвящать в детали, да и речь сейчас не об этом. Просто не хотела упускать в своем повествовании значимость появления этого героя в моей как творческой, так и личной жизни. Уверена, что мы многое друг другу дали. Что касается продаж. Как я уже говорила, мы продали больше мест, чем вмещал зал. Но и затраты у нас были внушительные. Аренда дорогих залов, приезд американского спикера и еще множество пунктов, которые вылились в приличную копеечку. Но минусов не было. И это было прекрасно, как для первого раза. Как я уже говорила, у меня была фантастическая команда. Это мои партнеры и девочки, которые работали тогда в офисе. Сложно представить, но все держалось на нескольких хрупких девчонках, которые полностью отдавались делу, хотя и попадали под мой идеальный расстрел. Мне вообще везет. Я умею находить очень сильных людей. Тех, которых просто не могут делать, но и способны выдержать мой напор. Это непросто. И я всегда вам буду за это благодарна. Все спикеры очень старались и чувствовали колоссальную ответственность. Не только передо мной, но и перед 500 коллегами, которые приехали окунуться в этот водоворот из самых разных уголков мира. Для меня самым непростым и особенным оказался третий вид день, который почти целиком принадлежал мне. Хочу вам немного рассказать об этом феноменальном на самом деле мероприятии, которые мы решили делать. У нас не было никакого опыта. И я действительно решила выступить режиссером всего этого, поскольку мне всегда как-то нравилось режиссировать. И вот представьте себе, что когда мы начали продавать билеты, мы не знали, сколько людей будет. Ну, у нас нет опыта, мы не знаем, сколько человек приедет. И вот мы начинаем продавать, но мы думаем, классно было, если бы было человек там 200. Мы ищем зал какой-то, мы так прикидываем по деньгам, еще деньги уже тогда все это космические стоили, аренды. Мы выбираем в Киеве бизнес-центр Парус, это один из крутых таких бизнес-центров, ну, типа, чтобы все было элитненько. И мы продаем 500 мест. У нас не было мест, стульев для всех желающих, зал не вмещал. У нас не было проходов вообще. У нас между стульями было, вот у меня есть фотография, вот просто вот так вот. И мы понимаем, что мы не можем больше продавать людей. И мы говорим, у нас есть места только стоячие. И люди стояли в дверях. За 500 баксов люди стояли в дверях. У нас перед сценой не было места. У нас прямо перед сценой, мы сцену маленькую сделали, у нас люди сидели вот так коленками в сцену, вот так вот на нас смотрели. Это, конечно, было, блин, очень круто. То есть и все люди были, и никто не уходил. И у нас был там только один недовольный человек, который возмущался всему, к этому действию. Так никто не попросил ни денег, ничего. И люди приезжали к нам отовсюду. То есть география широченная. Ну, даже сложно сказать. То есть у меня всегда была география очень большая. И здесь, конечно, было мега круто. То есть мы даже этого не ожидали, что такое может быть. До сих пор об этом вспоминаем с мурашками, потому что это прям было ну, супер круто. И вот два дня у нас был саммит, где мы действительно там всех приглашали, со всеми работали. И это была очень классная такая штука. Вот. И третий день уже непосредственно вип я оставила для себя. Это был, наверное, мой первый опыт, когда я оставила день для себя, где на сцене только я. Ну, естественно, что мне это хотелось. Но, конечно, было очень страшно, потому что ну, все-таки день продержать на себе аудиторию, не имея еще опыта. Ну, надо было бы как бы постараться. Так. Сейчас я смотрю, что у нас тут. Давайте немножко еще почитаем. И этот... Сцена. Для меня это особенное место. Сложно описать словами, какая магия возникает между нами. Но когда я на сцене, это больше, чем любовь. Любовь к этому месту началась у меня с детства. И всю свою жизнь я чувствовала с ним связь. Но, как оказалось, на сцене мне нравится быть именно в лице говорящего человека. Делиться своим опытом, управлять, чувствовать, купаться в энергии зала. Все это для меня не просто слова, прочитанные в интервью известных артистов. Нет. Это моя жизнь. И сегодня я это отчетливо понимаю. Впервые я ощутила эту магию в том статусе, в котором нахожусь сейчас. Именно на Wedding Business Summit в 2013 году. Третий день принадлежал мне. С большого конференц-зала мы переехали в дорогой, красивый клуб с уютной сценой и очень особенной камерной обстановкой, где все сидели полукругом и были у меня как на ладони. Не вспомню точного количества, нас было где-то порядка 250 человек. Это была магия, ощущение маленького театра, где ты единственный актер. И это твоя настоящая жизненная пьеса. Меня часто спрашивают, играю ли я, когда выступаю, где училась практикам НЛП и каким-то там еще. Забавно, но я не играю и ничему такому не училась. Сцена это место, где я живу и точно знаю в этот момент, для чего я пришла в этот мир. Каждый раз, выходя на сцену, я понимаю, что сегодня в зале есть те, кто ждет моего выступления. Эти люди знают, что им предстоит пережить и уже готовятся попасть под мои плети и испытать жар. Есть другие, которые смотрят с недоверием и даже надменностью. Таких зрителей я люблю еще больше, потому что знаю, что будет происходить с ними в следующие 60 минут. Зная, какой калейдоскоп им предстоит пережить, чтобы затем ощутить ко мне все возможные чувства от ненависти до любви и даже немного им завидую. Меня могут любить или ненавидеть, но оставаться равнодушными у людей, которые меня слушают, не получается. И это есть нормально. Это часть моей миссии. После того самого дня на саммите у меня появилась огромная армия новых поклонников. Как мы сами себя называли, секта. Многие из них узнали меня именно с тех самых времен. Я слишком заряжена и от меня достаточно сложно не уставать. Меня всегда много и я постоянно надавливаю на все болевые точки сразу. Именно поэтому мало кому удается быть со мной близко на протяжении долгого времени. Люди не готовы так сильно над собой издеваться. Все же забить и расслабиться гораздо приятнее, чем постоянно бежать. Но мне так нравится и я по-другому не умею. Кто-то перестает меня читать, смотреть, наблюдать, а спустя время ощущает ломку и возвращается. Понимаю, что со мной жестко, но интересно. Со мной отчетливо видятся все собственные недостатки. Но именно так и происходит рост. И дело не в моей гениальности. Ну что вы, я такой же человек с кучей своих тараканов. Просто, видимо, мне дали этот дар. И я считаю главной своей обязанностью в этой жизни транслировать его и отдавать тем, кому он нужен. Это чистая правда. Другого объяснения своей неуемной энергии я не нашла. Третий день сам это был особенным. Мы продавали все, что у нас было. Все мои тренинги, книги, все буквально сметали. В канун 2014 года я входила абсолютно сильной и счастливой Ермилова. Я знала, что делала, любила это и получала призвание. Единственное, чего мне не хватало для счастья, это своей квартиры. Той, о которой я мечтала много лет. Помню, как я взяла в руки микрофон и сказала вслух, «Я еще не знаю, как именно мы это сделаем, но я обещаю, что на следующем саммите я расскажу вам о том, как это у меня получилось. Я хочу жить со своей семьей в нашей квартире мечты. Это действительно было моей заветной целью, и я решила, что время пришло. Вот только у жизни, как всегда, были свои планы». Вот. И о планах жизни мы с вами узнаем завтра. Завтра, завтра, завтра. Так, мы с вами немножко дочитали такую интересную историю. Завтра будем с вами, ой, с вами будем продолжать, узнавать, что же там было дальше-то. Но в который раз могу вам сказать, что так или иначе любой наш путь начинается с головы, с нашего мышления и с нашего сознания. Пока мы в своей голове не даем разрешения менять свою жизнь, пока мы не начинаем сами в себя верить, пока мы сами не решаем, что мы хотим быть первыми или какими-то другими, сами не назначаем себя, свою роль в жизни, мы являемся абсолютно ведомыми людьми. Мы, если вы до сих пор ждете, что кто-то вам скажет, что вам нужно делать, как это делать, то это как бы говорит о том, что вам нужно набраться сил, перезагрузиться и быть готовыми брать ответственность на себя. Так, немножечко читаю. Отписалась от вас, встала со временем, но вернулась. Вот, видите, да, я это знаю, я тоже наблюдаю за своей аудиторией, вы же понимаете, мне тоже интересно, я всегда смотрю, кто со мной. Вы не поверите, но у меня уже есть очень много людей, которые учатся у меня в 10 лет, 10 лет. То есть, я начала с 2009 года обучать, и я вижу, как люди приходят на разные тренинги, я же узнаю фамилии, имена, кто-то признается, кто-то считает, что я его не помню, но я же всех помню прекрасно, особенно тех, кто там много у меня всего проходил, поэтому я абсолютно все это понимаю и все это знаю. Это абсолютно нормальный момент. Главное, что вы должны понимать, что жизнь — это прекрасное действие, это не режим ожидания, это не момент того, что что-то произойдет с вами само. Если мы этого ждем, что что-то произойдет, это такая, знаете, несколько пассивная достаточно форма. Актив — это всегда интересно, это всегда движуха, это всегда какие-то возможности, это всегда какое-то, знаете, стоячая вода, это вот как океан, да, да, там есть шторм, там есть стиль, но там интересно. А когда ты взял маленькое озерцо, оно воняет, извините, там стоячок такой, знаете, не очень. Чем вы заряжаетесь? Ну, у меня, наверное, есть первый момент, это все-таки такой, знаете, внутренний источник, ну, который, как я говорю, дается, то есть у меня нету проблемы вообще с тем, что у меня нету заряда. Второй момент, это то, о чем я, наверное, говорю, что очень важно отдавать, да, вот очень нравится сравнение, что в океане никогда, и сколько бы вы воды не выплескали, никогда ямка не образуется, приходит на ее место другая. Вот я понимаю, что чем больше я нахожусь в ресурсе отдавать, чем больше я чего-то веду, пишу, говорю, тем больше у меня сил приходит. А когда ты застаиваешься в этом, когда ты входишь в какой-то такой режим паузы, да, часто говорят, поставь на паузу, вот тогда-то ничего и не происходит. Именно поэтому вот работа над собой, она такая всегда очень интересная. А я, по сути, работаю все время над собой, только мне для этого еще нужны другие люди, потому что, видимо, как-то моя миссия в этой жизни связана с движухой, с другими людьми. Мне нужно все время, знаете, вместе с людьми что-то делать. Вот я как-то не сама по себе кого-то заводить, кого-то злить, кого-то вызывать, у кого-то какие-то разные эмоции, я уже забила, какие получаются. Кто-то с любовью, кто-то с ненавистью, кто-то еще с чем-то. Но самое главное не оставлять людей равнодушными. Для меня равнодушие это самое страшное, что может быть. Это, знаете, как в отношениях. Когда ты со своим партнером ругаешься, миришься, у вас есть споры, это значит, что между вами еще есть интерес. Когда тебе уже вообще все равно, что он делает, это как бы говорит о том, что ну в принципе ты все, ты забил на это. Вот, вот как бы и все. Итак, у нас с вами пару минут, значит завтра, я думаю, что мы продолжим с вами чтение в 19 часов, все-таки как раньше и было, потому что сегодня у меня просто в 19.00 начинается выступление и будет 2 часа, я уже не хотела оставлять. Я напоминаю вам о том, что у нас стартует 1 мая мой марафон «Рерайтер жизни», куда я вас активно зазываю, приглашаю, потому что там мы как раз работаем над всем тем, что я рассказываю в книге, а у меня, я не знаю, наверное, в конце я вам этом расскажу или где-то в середине, у меня все время зеленой ниткой шли во всем моем жизненном процессе медитации, шли цели, шли придуманные истории, где я сначала придумывала, кем я хочу быть, а потом уже каким-то образом ко всему этому грибла, терзалась, ну, в общем, по-разному это все было. Все, я благодарю вас всех за то, что вы были, ссылочки на «Рерайтер жизни», кому интересно, есть у меня в профиле, есть у меня в инстаграме, и до встречи с вами завтра. Кто не смотрел первую, вторую главу, будет на ютюбе, на ютюбе первая есть, вторая появится, я думаю, что сегодня вечером. Все, всем хорошего дня!